С канала вроде выход на церковь Троицы. На Твиче сейчас тысяча человек, это вот те, у кого заработал, либо те, кто в чате общаются. Это хорошо, что у вас стример такой, знаете, с живым умом парень, потому что я догадался. Но у меня вообще OBS никак не схватывал стрим, я раз 80 нажал, менял ключи, трансляции, перезаходил, что угодно делал. Я, ну у меня было два варианта, грубо говоря, это либо попробовать скачать эксплит, но я сомневаюсь, что это бы помогло. Вон туда, да. Либо три стрима с бутгейма. То есть даже если у кого-то работает на Твиче, то это вот чудо только благодаря этому. Других вариантов я даже не знаю, что еще придумать. Ну так реально, звонить провайдеру, либо писать техподдержку с Твича. Но техподдержка Твича, она скатилась, потому что теперь есть специальный какой-то, ну, украинец, в общем, который курирует направление восточное, европейское, очевидно. Раньше, то есть, решали напрямую два араба, которые, ну, главные на Твиче. Сейчас какой-то просто человек очень мутный, русофоб, и он очень долго все делает. Иксплит платный же, ну, понимаешь, братан? Я богат. Это все наш дед-ветеран. Он является нам постоянно... Постоянно что-то пытается нам помочь, но в основном... Все сводится к тому, что... Тьма говорит нам, что дедок поехавший. Не слушай его, мол. Ну что ж, как у Джона Ву в лучших тр... В лучших традициях Джона Ву перестрелка в церкви. Не удивлюсь, если и голуби взлетят ввысь. Нельзя контролировать тьму. Ты должен избавиться от нее полностью, говорит нам дед-ветеран. Ну, Джеки все рефлексирует. Мне уже немного надоело это смотреть. Мне не кажется, что я пропущу что-то важное. Почему-то сюда пришел грязная церковь. Противная, мерзкая церковь. О, смотрю, ты один приперся. Я знал, что ты слово держишь, Джеки Бой. Я вижу, что ты мою... Мою вещи притащил. Положи на алтарь. Медленно. И без всяких выкрутасов. Ну, я так понимаю, это алтарь, и я не очень в церковной... В церковных обозначениях силен, но да ладно. Очевидно, что алтарь сейчас сожрет этот кейс, или еще какой-нибудь фейл произойдет. Вот за что я люблю бандюков. Они всегда принимают самые попорылые решения, которые только возможны. Выключите, говорят. Свет. Так вот же дебильное-то решение. Мое-то решение было отличное. Вот дебильное решение. Свет выключить. Вы как бы руки развязали. Вы же ставили заграждение с светильником. Вы что, ребят? Вообще плохие, что ли? И вот он еще говорит, типа, бандиты тупые. Я не знаю, если бы провели бы что-где-когда среди бандитов и ментов, я думаю, что результат был бы 0-0, потому что, как бы, игра бы даже не началась. Они бы просто там набухались все и валялись бы каким-то невменяемым состоянием. Пытаясь поймать за задницу Ларису Долину, которая бы в музыкальной паузе должна была выступать. Тихо-тихо-тихо, ребят. Подписчикам могу только порекомендовать. Почувствовать себя... Не знаю, в общем... Блин, как бы... Теперь уже нон-сапов крестьянами ты не обзовешь. И плебеями, или еще как-нибудь. Потому что они дорвались до свободы. Хотя там есть какой-то модератор, но... Я его даже не наснащал. Так что подписчикам могу только порекомендовать открыть чат... Точнее, стрим на ДГ, а чат на... Твиче. Сегодня сабы не люди, получается. Дальше не знаю. Ну... Мне представляется, что это... Я не уверен на 100%, но... Я так полагаю, это перестрелка до последнего врага. Я просто очень надеюсь, что... Мне не надо куда-то там пробиваться. Вообще ничего не вижу. Все-таки выключить свет было хорошим решением. Нет, стоп. Давайте попробуем червяком на второй этаж заползти. Посмотрим, какая ситуация в стране. Поднимемся, так сказать. А то, когда низы не могут, а верхи не хотят. Все тухло довольно-таки, получается. Левши, наверное, больно смотреть. Вот если есть левши в чате или нас, ну, среди тех, кто стрим смотрит. Им, наверное, больно смотреть на мою игру, потому что левый пистолет, он действительно... Его как будто нет у меня. Так, знаете. Левое полушарие мозга иногда вспоминает в самый последний момент. Слушайте, они... Поставили как-то это светило-то какое-то. Дебильное. Несерьезно же. Она светит не там, где я. Так, мой напарник бесполезен абсолютно. Ругательства продолжаются, то есть, как бы, поэтому мне кажется, что я все делаю так или иначе правильно. Может быть, все-таки надо куда-то залезть. Блин, я этот фонарь вообще не вижу. Если честно, эту перестрелку я бы назвал самой темной в истории компьютерных игр. Потому что, ну, врать не буду. Я лично не вижу вообще ничего. Может быть, меня с настройками плохо делают, но... Музон прекратился, кажись. Все. Они все умерли. Все плохие дяди умерли. Хотя, это одна из тех игр, где нет плохих и хороших. Новый уровень тьмы. Какой-то... Какой-то баран. Очевидно, нам срочно его нужно вызывать. Без него, видать, никак. Или что? Я, чё, пиктограммы барана не видел среди своих умений? Сейчас, еще раз. Эта перестрелка в темноте начинает немного нагнетать, я так скажу. То есть, она как бы просто скучновато. Так, дайте посмотрим, что за баран мне выпал. Дагестанский москвич, спасибо за подписку. Это вроде апнулось броня просто. Так, а мой берсерк теперь как таджик одет, что ли? Окей. Да нет, вроде. Ну ладно, не важно. Музыка на Скайриме здесь похожа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребят, ну прекратите. Я думал, все уже. Ну это плохой левел-дизайн. Враги сверху, ты снизу. Это неинтересно. Дочь Бинни-Пуха. Жуть. Не знаю. Не знаю, кто занимался любовью с Винни-Пухом, чтобы дочь родилась. Я рад, что ты есть. Дочь Бинни-Пух. Все трещит в руках, прям вибрирует. Очевидно, что на меня очень плохо действуют флеш-гранаты. Просыпайся, горит нам. Тьма. А вот и Эдди. Добро пожаловать в мир живых. Ну не привыкай. К этому. Бум. По щам. А теперь скажи мне. Кто тебе помог найти турецкие бани? Что такое? Без помощи, без этого говна у тебя за спиной. Бомжара. Да тебе не обязательно говорить, на самом деле. Мне ничего. Я и так поразвлекаюсь. Ну, его там тоже называют Эдди. А не капитан Шрут. Теперь я тебе расскажу, как это будет работать. Сейчас ты мне сдашь стукача. Кто видел дипломат. И тогда я вроде тебя забью. что-то типа бейсбольной битой, а иначе я тебе голову просверлю. И будь уверен, что я уже этим занимался. Как ты знаешь, ты дядю Поля заставил нервничать. Что-то, блин, не успел я прочесть, как-то он быстро начал говорить. Тут, короче, такая фишка, то, что... В общем, там парень, бандит справа, проговорился, откуда они приехали, где их база находится, что ли, или вроде того. Потому что ему показалось забавным, что в молитве есть это место. Или как-то так. Я немного потерял линию. Когда ты теряешь нить перевода, пропускаешь одну фразу, потом тяжело поймать все это снова. Парни, простите, простите, чуваки из GoodGamer. Я старался. Сейчас мне голову будут сверлить, короче говоря. Вот это урод справа на Кузьму похож. Уши. Уши. Уши похожи на Кузьму. Ушами. Сам-то Кузьма симпатичный был, когда был худой. Блин, сосед целыми днями сверлит теперь этот хрен. А, во-во-во, у зубного, у зубного. Мне же нельзя заморозку, ребят, вот так вот это все. Мне разрешают ремень там держать в руках, чтобы рвать его, когда мне все сверли. Без заморозки очень приятно. Очень хорошо. Можно сплюнуть. Посверли еще, я люблю, когда поглубже. Tell them to fuck off. Ask them to come closer. Tell them there I have no way out. Ну, может быть, come closer, а потом как-то ему в голову засадить что-нибудь там. Но я лучше, как Арнольд в первом Терминаторе, типа, fuck you, asshole. Продолжайте эдди жопу лизать. Это как мои модераторы. А я как нон-сап сейчас. Продолжайте лизать ему задницу. Я говорю, что вы все что-то сказали? Это значит, что вы все что-то сказали. Почему? Теперь мы должны сделать это мы должны сделать.